Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. На очереди у нас 35 глава. В ней продолжается тема предыдущих глав и говорится о том новом мире, о том новом порядке, который будет установлен Богом. Все враги народа Божьего будут низложены, поражены, а в противоположность им народ Божий, народ Господний, он будет благословлен Богом и облагодетельствован. Вот об этом и будет говориться в 35 главе. Собственно говоря, в 34 главе, как мы помним, предыдущей говорилось о наказании Эдома, этого вечного соседа, вечного брата и вечного недруга Израиля. А вот в 35 главе говорится, что в противоположность Эдому, Израиль, Эдому, который Богом наказан и низложен, и поражен, израильский народ получит Божьи благословения невероятные. Благословения вот в той отдаленной мессианской эскатологической перспективе, о которой размышляет Исаия. Много параллелей у 35 главы с второй частью книги Исаии, вторая часть начнется с 40 главы. И вот, читая 35 главу, невольно создается впечатление, что она тематически и жанрово, и стилистически очень и очень подходит не для первой части Исаии, а для второй. Поэтому некоторые ученые считают, что у нее местоположение не совсем то, которое должно было бы быть. Но книга Исаии дошла до нас в том виде, в котором она до нас дошла, вот в этом виде, в целостном виде, именно в той композиции, которая перед нами, мы и должны ее изучать. Итак, 35 глава, мессианское, асхатологическое, Божье царство, и в это царство возвращаются иудеи. Здесь, конечно, говорится о возвращении иудеев из Вавилонского плена, но некоторые черты, поэтические черты вот этой главы заставляют думать, что речь идет не только о возвращении иудеев из Вавилонского плена по эдикту царя Кира Персидского, который был издан в 538 году, но и об отдаленной перспективе, когда уже совершится, действительно, наступит царство Божье во всей своей полноте, силе и славе. Говорит пророк, «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс». Земля, имеется в виду, здесь или святая земля, земля Израиля, или вообще вся земля, как населяемое человеком место всеми людьми. То есть все страны, все континенты, все отдаленные даже острова, они возвеселятся. Земля сама по себе сухая, но от действия силы Божьей она возвеселится, потому что перестанет быть сухой. Дождь на Ближнем Востоке – это всегда Божье благословение. Нет дождя – значит, будет засуха. Будет засуха – не будет урожая, будет голод и смерть. Есть дождь – будет жизнь. Нет дождя – жизни не будет на земле. Поэтому всегда дождь воспринимался с радостью, и всегда он свидетельствовал о Божьей заботе о людях. И вот эта пустыня и сухая земля возвеселится, возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс. Она вновь будет обитаема, она перестанет быть сухой и пустынной. Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей. Великолепие Кормила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Под Ливаном здесь понимается Ливанское Нагорье. Когда-то оно все было поросшим этими великими, могучими деревьями, кедрами ливанскими. И зеленеющий – это был край, сейчас, к сожалению, не так. И кто бывал в стране под этим названием, Ливан, тот знает, что там кедров почти не осталось. И лишь в двух небольших заповедниках продолжают их культивировать, пытаются даже размножать. Но кедры крайне редкими стали на Ближнем Востоке и на грани, можно сказать, исчезновения. Они очень трудно растут и трудно их, эти кедры, размножать. Вот когда-то, в предыдущие века, тысячелетия их почти полностью вырубили. Но вот слава Ливана, Ливанских гор – это кедры ливанские. Ну, а у пророка Осии, если мы вспомним, в заключительной главе его книги говорится еще и о другой славе Ливана – это вино, ливанское вино. На склонах Ливанских гор прекрасно растут виноградники, и это край виноделов был всегда и в те времена, во времена пророков. И вот Осия говорит, мы читаем в 14 главе книги Осии, что возвращающиеся из плена иудеи будут славны, как вино ливанское. Вот Ливан – это кедры, Ливан – это вино, но Ливан еще и ладан. И вот по-церковно-славянски, собственно говоря, ладан так и будет, Ливан. Вспомним, что принесли волхвы младенцу Иисусу. Они принесли злато, смирну и ливан в славянском тексте, русском – ладан. Собственно говоря, подлинный, аутентичный ладан для воскурений пред Богом должен иметь ливанское происхождение. Может быть, конечно, другой ладан, но, как бывает когор, сделанный на юге России, а бывает подлинный когор, который производят во Франции. Бывает шампанское французское, а бывает шампанское советское. Бывает портвейн португальский, а бывает портвейн тритопора из гастронома нашего московского. Поэтому бывает ладан подлинный, а бывает так себе. Подлинный ладан, он из Ливана, поэтому он и называется Ливан по-славянски. Так вот, слава Ливана, цветущего, Ливана благоухающего, дастся земле, которая была оставлена, которая была засушлива, которая была пустыней. И она не просто расцветет цветами, но даже Ливана слава дастся ей. Великолепие Кармила и Сарона. Кармель и Шарон — это такие местности. Кармила — это Нагорье, Кармель. Шарон — это долина. Долина Саронская, Лилия Шаронская воспеваются в песне и песне Соломона. Это цветущие места, цветущие регионы, зеленые, вечно зеленые. И от гнева Господня они засыхают, как мы читаем в начале книги пророка Амоса, что увянет Кармель от рыка Господнего, который раздастся из Иерусалима и сохнет весь. А когда Господь благоволит к народу своему, к своей земле Божьей, святой земле, тогда и расцветает она вся, как Кармель. И не только Кармель зеленеет, и не только долина Шарон, а вся земля, вплоть до пустыни Негев. И они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Они, то есть Ливан, Кармель, Шарон, вот эти местности, эти Нагорья, эти долины, увидят славу Господа, величие Бога нашего. В чем же оно проявится, эта слава, это величие? В том, что земля будет свести, зеленеть, и в том, что пленники, изгнанные по суду Божьему люди, вновь на нее вернутся и вновь ее заселят. И будут жить в святости и в правде пред Богом, и в этом проявится слава и величие Бога нашего. Господь живит, Господь мертвит, Господь отсылает в плен, Господь возвращает из плена. Как сказано у пророка Еремии, кто Израиля рассеял, тот его и соберет. И обращается пророк к своим соплеменникам. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет от мщения, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Все враги будут разгромлены. Господь отомстит врагам своего народа. А свой народ Он сам придет и спасет, и выведет из плена. Вся глава эта заставляет нас вспомнить то славное, великое возвращение из Вавилонского плена, израильского народа, которое уподобляется дальше, в следующих частях Исаии, у других пророков, имеет черты второго исхода. Был первый исход, исход из Египта. Был второй исход, исход из Вавилонского плена, возвращение, восстановление Иерусалима и храма. Будет и третий исход. Третий исход, когда израильский народ по обетованию Божьему вернется. Вот у пророков часто и первая, и вторая, и третья перспективы совпадают. И может быть даже больше перспектив. И пророчество может сбываться не раз и даже не два. Вот и здесь, в 35 главе, читая ее, невольно задумываешься, вот это пророчество исполнилось. Кир, кореш, точнее его звали, персидского монарха, он издал указ, эдикт, по которому евреи могли вернуться, восстановить стены, разрушенные Иерусалима, восстановить свой храм, разрушенный вавилонянами, и даже иметь собственное управление, собственную администрацию, автономию. Но так ли все закончилось и завершилось? Эти слова в Священном Писании, в Священном Писании христиан, в нашей Святой Библии, имеют ли они силу исполниться еще раз? Думаю, что да. И это, и многие другие тексты, и этот текст, и другие, они ждут пророчества, содержащиеся в этих текстах, ждут еще исполнения пророчества. Пророчества, которые в них исполнятся еще раз, при наступлении великого и славного дня Господня, при наступлении торжества, славы Царства Божьего, которому не будет конца, Царству Бога и Христа Его, которое грядет, и которого мы все ожидаем. И тогда одним из исполнений, окончательным, завершающим исполнением, будет исполнение этого, в том числе пророчества, содержащегося в 35 главе. И в других частях Священного Писания говорится о том, что в конце времен, в День Господень, Господь вернет всех рассеянных чад своих. И на наших глазах это начинает сбываться. В середине XX века, во второй половине XX века, мы наблюдаем удивительное исполнение пророчеств. Израильский народ возвращается к своим смоковницам и виноградникам. Каждый сидит вновь под своей смоковницей, под своим виноградником. Каждый в своем доме, на своей земле, данной ему Богом. И в тех событиях, которые произошли с 1948 года до нашего времени, продолжают происходить, мы видим начало исполнения уже эсхатологического исполнения пророчеств, содержащихся в 35 главе. Итак, первое исполнение было этих слов пророка, которые содержатся в 35 главе, когда израильский народ вернулся из Бавилонского плена, иудеи возвратились, отстроили Иерусалим и храм. Окончательное, полное, совершенное исполнение происходит на наших глазах и будет все более усиливаться, пока наконец не завершится наступление дня Господнего, великого и страшного суда Божьего и наступление того нового, вечного, справедливого мира Божьего, новой жизни, которую мы называем Царством Божьим. И которое проповедовал Господь наш Иисус Христос, и о котором мы читаем, о провозглашении которого мы слышим в Евангелии. Исайю не случайно называют ветхозаветным евангелистом, особенно вторая часть книги Исайи, да и первая тоже, вспомним первые главы, где говорится о Рождестве Спасителя. И дальше мы будем читать во второй части книги Исайи четыре песни раба Господня, которые заставляют отцов Церкви называть Исайю пророка израильского ветхозаветным евангелистом. Но не только вот эти мессианские, в узком смысле слова, места, связанные с земной жизнью Христа Спасителя, с Его первым пришествием, но и эсхатологические тексты, исполнения которых мы еще ждем, они тоже, о них тоже можно сказать, что это тексты ветхозаветного евангелиста. В них тоже есть Евангелие содержится, благая весть, радостная и благая не только для Израиля, но для всех тех народов, которые через Христа, через веру в Него присоединились к единому народу Божьему. Итак, продолжаем читать дальше, пятый стих. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся». Когда Христос исцелял слепых, отверзал уши глухим, развязывал язык немым, это были знамения наступающего Царства Божьего, которые он проповедовал, которые он провозглашал. И то, что Царство Божие приближается, постоянно звучало в проповеди и предтечи, и проповеди самого Христа. Позднее, провозглашая Царство Божие до краев земли, те же самые знамения и чудеса совершали апостолы. Но вот когда закончится человеческая история, наступит День Господень и свершится в полноте вот все то, о чем мы сейчас читаем, тогда глаза всех слепых, Господь не всем слепым глаза отверз, не всех мертвых воскресил, лишь трех, не всем глухим вернул слух, потому что это были знамения наступающего, грядущего Царства Божьего. Но когда Царство Божие придет во всей своей силе и славе, тогда глаза всех слепых отверзутся, очки уже не надо будет носить, глухие все начнут вновь слышать очень хорошо, и немые, от рождения немые, вдруг заговорят, и скорее всего на библейском языке, на еврейском, даже если они негры преклонных годов. «Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Воды и пустыни здесь и в прямом смысле следует понимать потоки. В апокалипсисе Иоанна говорится, не только и у Иезекииля мы читаем, об этих чудесных потоках. И согласно апокалипсису Иоанна будут деревья расти вдоль этих потоков, они 12 раз в году будут плодоносить, и листья для исцеления народов, и плоды прекрасные для человека. Все это в пророческом, поэтическом языке, и в его проповеди, в его пророчестве говорит о том царстве, которое грядет, которое наступает. Пророк видит его, может быть, в отдаленной еще перспективе, мы, христиане, уже ближе к его торжеству, к его наступлению, и уже живем под игом Мессии и ожидаемого второго пришествия. «И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилища шакалов, где они покоятся, где они покоятся, будет место для тростника и камыша». В переносном смысле потоки – это божественный дух, это божественное слово, это божественное учение, и все это наполнит землю, как воды наполняют море. «Ведение Господне», говорили предшествовавшие Исаии, пророки израильские. «Ведение Бога», каждый будет знать Бога, и вот это «ведение», «боговедение», «знание Бога», опытное личное знание Бога, оно наполнит всю землю, как воды наполняют море. Вот и здесь говорится о воде. Вода жизни, вода Божья, Дух Божий и божественное учение. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них, идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Дорога, широкая дорога сквозь сирийскую пустыню растелилась пред народом израильским, когда он возвращался в VI веке до Рождества Христова из Вавилонского плена. Вот такая же широкая дорога будет для народа Божьего в эсхатологические времена при наступлении Мессианского Царства Божьего. «Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные». Искупленные – те, кого Господь искупил, выкупил из рабства. Из рабства Вавилонского и из рабства греху, скажем мы, если сквозь призму Евангелия рассматривать этот текст. Из всех видов рабства Господь искупает свой народ. Львы, хищные звери, прочее, представляли реальную опасность для жителей того времени. И идти по пустыне, идти по степи было опасно. Особенно, если человек идет один, или даже если толпа людей, но они не очень хорошо вооружены, и у них нет средств каких-то для защиты, огнестрельного оружия в ту пору не было. И то слабое небольшое вооружение, которое человек имел, чаще всего он этим оружием не мог себя, как следует, защитить от льва, от медведя, от других хищных зверей, леопарда. И львы представляли реальную, настоящую угрозу для человеческой жизни. Эти голодные, хищные, могучие животные. Так вот, Господь повелится этим зверям, и они не будут нападать на людей, которые будут идти по этой широкой, широкой дороге. Возвращаясь, искупленное Богом, Господь Искупитель, Он Гоэль, Он искупает свой народ из рабства, из плена, отдает за него выкуп. Мессия искупает народ ценой своей жизни, об этом мы дальше будем читать в 53 главе Исаии, ну и потом, само собой, в Новом Завете. И вот искупленные все Богом и Христом Его, они идут широкой дорогой в обетованную землю. Это и Святая Земля Израилева, это и Царство Божие, которое распространится из Святой Земли по всей Вселенной, и у Него не будет ни пределов, ни границ, ни пространственных, ни временных. И будет Единый Царь, Господь, Бог, как здесь сказано, чуть выше мы читали, и этому Царству не будет конца, Единый Царь, Единое Царство, Царство Божие. А все земные цари, все земные повелители и правители склонятся перед Царем, перед Богом, перед Христом Его, сложат свои короны и, как поэтически сказано в других текстах, будут ползать на четвереньках и лизать прах. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Интересно говорится о радости, что она будет над головою их, как человек, который возвращается из далекой страны и несет на голове свой багаж, чемодан какой-нибудь с его личными вещами. Вот и с радостью восходит он на какой-нибудь корабль или на воздушное судно подымается, или отправляется в ту страну, где он никогда не был, но в которой он ожидает счастливую жизнь. Вот здесь этот багаж, который понесут с собой возвращающиеся из плена иудеи к себе на Сион, лежащий в развалинах, но которые они надеются отстроить, этот багаж, этот багаж, это их радость. Сама радость будет их багажом. Радость вечная будет над головой их. Удивительные слова, очень торжественные, возвышенные, они, вот эти люди возвращающиеся, найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Вот у всякого Сына Царствия не будет больше печали, не будет больше воздыханий, болезненных скорбей и самой смерти даже. Об этом мы будем читать в других текстах. Вечная радость, вечное веселье. Царство Божье это радость и веселье. Это радость и мир во Святом Духе, а вовсе не похоронные плачи. Вот так торжественно заканчивается 35 глава Исаии, а вместе с ней вот этот блок, глав, где говорится о эскатологических временах, о Дне Господнем, о Суде Божьем над израильскими неприятелями и о прощении Божьем и об искуплении, которое Господь даст своему народу. Но вот в эту радость и веселье израильского народа, искупленного Господом, в эту радость входим и мы, искупленные Богом из других народов. Дальше, начиная с 36 главы, идет уже следующий раздел книги пророка Исаии. Можно выделить в отдельный блок следующие 4 главы книги, 36, 37, 38, 39, и о 36 главе книги Исаии мы с вами поговорим в следующий раз. Запись делается для библейского портала Экзегет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ